Всем привет! Это Лужники и здесь ровно 5 лет назад игрался матч России-Испания. А теперь играется финал медийной лиги. Представляете, как за эти годы поменялась наша футбольная реальность? Сегодня на этом финале, где сойдутся Родина и Тудроц, я посмотрю, а чем финал медийный отличается от матча большого футбола. За медийным футболом в этом сезоне не так внимательно следил, так что впечатления свежие. Поехали, много эмоций, много деталей, все самое интересное, как всегда. Фидос выбивает мяч в направлении паука. Мы давно не видели это устройство на матчах чемпионата России, а на медиа лиге оно есть. Вообще супер трансляция, с которой мы сейчас разберемся. Для этого ныряем в этот зловещий коридор и топаем к ПТС, к телевизионной машине. Вот к ним. Да, если что-то капнет на пульт, то хана трансляция, так что здесь очень аккуратно. 11 в эфире. И на флаг поднимайся, да, у ролик приготовились. В стартаге такого не было. Сейчас в перерыве режиссер освободится и все расскажет. В чем специфика показа медиа футбола, чем это сложнее, чем показывать футбол большой? Не только футбол, это реально, это эмоции, это жизнь молодых ребят, это их настроение, их фан. Просто просто сухо интершу мяча, это здесь не закатит абсолютно. Мат-перемат, ну, сейчас намного меньше его стало. Раньше они просто им ели и на нем разговаривали. А сейчас как-то уже так в тему. Иногда даже в тему получается. Для трансляции 22 камера, а так 24. Да, это какое-то особое ощущение, когда из пасти этого коридора вы выходите в лужники. Ух. Федос, ты снова рвешься в Кубок России? Да. Здорово. Только на финал приехал, хитрый какой, а? Да, есть такой. Бля, я б тебя не аккредитовывал, реально. Цена матча сумасшедшая, но Герман какой-то спокойный, а на поле явно не хватает напряжения почему-то. Видимо, сложно найти какую-то эмоцию искру после матча с Тур-Роц, на котором просто полностью все вылили окончательно. И типа у нас всю неделю тренировочную было там, типа, даже состояние тильта такого, типа, опустошения. Все типа такие, а, ну матч за третье, да, ну как бы мы должны были играть не здесь. Ну просто я не понимаю, как может быть недостаточной мотивации, что ты играешь на лужниках. И то, что у тебя матч стоит за победу, там, Кубок России участие и так далее. Я просто не знаю, что еще надо. Что там было? Перекладина. Перекладина попала. Пока Герман пытается загнать своих, у меня есть вопросы к Холику Шипову, президенту. Ищем его здесь, в этой толпе. И в это время Амкал забивает. И Кубок России к ним все ближе. Что дальше? А дальше сделать лужники традиционной ареной финала Медиалиги. Международная повестка. Мы уходим за пределы России. Объединенный Арабский Эмират. Чемпионат мира. Среди медийных сборных. И какие там еще команды? Пожалуйста. Мексика, Бразилия, Индия, Китай, Беларусь, Казахстан, Армения. Страна-хозяйка. Ну и Россия. Вообще-то ехал я сюда больше за эмоциями, а не за информацией. Но вот инфа от Коли о том, что будет медийный чемпионат мира. Пишите, что вы об этом думаете. Потому что это громкая новость. И если у нас нет международных турниров, чемпионат мира с участием сборной России. Это прорыв. Короче, вам это интересно? Ну, чемпионат мира еще не скоро. А Кубок России стартует 2 августа. И снова с Амкалом. Кстати, когда в большом футболе на скамейке запасных будут сидеть девушки вот так, тогда я скажу, что футбол большой лучше. И вот главное отличие большого футбола от медиа. Под трибунные помещения. Но сюда по особой аккредитации и на чемпионате мира можно было прийти. Вот здесь интервью было флэш после Испании. Ну, а здесь медийки еще и раздевалку. Пожалуйста, Мур. Без тебя мы не сможем сегодня выиграть. А вы получите свой последний финал в Лужниках? Конечно. Как вчера. И что это за матч был? Очень интересный матч. И скорости большие. Голов много. Пять голов было. Как проигрывали 1-0. Потом сравняли за минуту до конца. Потом ввели 2-1. 2-2. И за несколько минут, за 7 минут Сергей в пустой ворот забежал. И все выиграли. Побеждем. Да, и все. И все. Победа. Большая, отличная победа в 50-м кубковом финале. На финал в Лужнике вы теперь с какими эмоциями возвращаетесь спустя столько времени? Как и 32 года назад. Одна камера. Вторая камера. Телефон. Это установка в медиалиге. Вот здесь еще одна. Сегодня вы каждый должен сыграть свой лучший матч. Мяч здесь. Встречаем. Сдвижка. Сейчас по мячу ударите на разминке, все уйдет. Весь матрик уйдет. Я понимаю, что первый раз на таком стадионе. Ничего страшного. Вы сильнее. Если вы сыграете плотно, в прием, я думаю, что им тяжело будет. Глуши. Смещаемся все. Глуши здесь. Чтобы отсюда никто не вылез. Не бойтесь. Смещайтесь сюда. Давайте. Удачи. Вперед. Какой-то Виктор еще вставший, нет? Слушай, да нет. Мне кажется, старается просто не показывать волнение. И все. Думаю, что нет. У него много эмоций было за последнее время. Я? Волнуюсь. Да шучу. Да шучу. Еще один угловой у нас есть. Пас. Пас. Здесь врывание, передача и завершение. Я потом тебе отдам это. О, с удовольствием возьму. Так, а я еще кого-то хотел забить. Где отцы-основатели, которых я всегда терзаю перед матчами, это Дрогс. Они, как всегда, тусуются в центре поля. Это Лужники. Здесь был финал Чемпионата Мира. Уже дальше же некуда. Вы понимаете, куда дальше можно? Как показывает жизнь, всегда есть куда дальше. Каждый раз кажется, что вот оно все. Какой-то тупик по эмоциям лучше не будет. Но из года в год лучше и лучше, поэтому сомневаться смысла нет уже. Да и как будто бы мы еще не на всех стадионах сыграли. Я вот в Краснодаре очень хотел бы. Я надеюсь, Сергей Николаевич Галинский когда-нибудь скажет, запускайся, да, и четвертый сезон Медиалиги, финал, мы там и сыграем. То есть в раздевалке никто не снимает? Нет? Ну, внутри нет. Никто вообще? Да, да. Ну, так жестко, да, остановка. Это же Медиалига. Ну, у нас так перед каждым матчем. Да? Да. Стой, стой, стой. Андрей, привет. Привет, привет. Почему у вас камер нет на установке в раздевалке? Ну, блин, их столько много и постоянно, поэтому хоть на установке я могу на них чуть-чуть по... Чтобы никто не видел, да? Да. Чувствуете, что-то, финал? Да, не, обычная игра. Дим, привет, спасибо большое. Прям такая обычная? Ну, конечно. Ну, а что, мы уже там были. А у Кареки два удаления походу сезона сегодня тоже будет? Нет, сегодня, я думаю, будет все нормально. Что-то ты прям очень спокойный. Ну, а что, финал, что волноваться? Уже все, уже здесь. Что уже волноваться? Все случилось. Ну, а Лужники? Ну, я тут играл нормальное поле. Нормальный стадион, зрителей живут много. Что-то я не верю. Тренер на такой спокухе, вообще. Камеру Родины нет в раздевалке, а вот охранник в раздевалке во время установки был. Знает больше, чем операторы. Кстати, в РПЛ вам не дают ходить по полю. А здесь разминка тоже несколько камер снимает. Прямо внутри разминки. Подходишь вот так к игрокам и вплотную. А вот, кстати, Боря Фортуна, который уже подписал контракт с КамАЗом. Вот интересно, как ему по эмоциям. Он где мыслями больше? Уже там? Или еще здесь? Что-то мне кажется, что у Родины все как-то серьезнее с настроем. В моменты, когда говорят, отойди там или еще что-то, это же профутбол. Так быть не должно. Но это же медиалига, тут везде можно. Ты не здесь варишься. Почему это так с Родины? Потому что очень мандражируют. Для них это капец как важно. Они очень боятся проиграть. А? Мандраж? Нет, ты видел. Нету? Видишь, он говорит, что там мандраж. Ну, у него-то, наверное, нет. А у пацанов, я думаю, да. Что-то как-то не по медийному снимать нельзя, все закрываются. Что, мандраж такой? Да нет, нет никакого мандража. Просто команда настраивается. Я не знаю, я ничего не слышал, я разминался. Ну, что это за настрой? Настрой выиграть, победить. И все, выйти с полной боевой готовностью. Вот весь настрой наш. Ну, понятно, он тебе на камеру это скажет. Видишь, уже началось такое. Сейчас, если ты посмотришь, это гораздо более профессиональная история. Сто процентов. Это плохо? Ну, раз у людей есть интересы, это неплохо, наверное. Все равно это гораздо более свободное общество, чем РПЛ. Главная фишка, которую эту свободу маркирует? Люди все еще не боятся говорить то, что они думают. Ну, некоторые уже чуть виляют, но тем не менее, на эмоциях они не боятся говорить то, что они думают. А в РПЛ они никто не говорят то, что они реально думают. А те, кто так говорят, их просто, блядь, уничтожают. Тут же. Вот проверим на Борисе. Борь, скажи, ты по эмоциям как сейчас? Больше уже в КамАЗе или еще здесь? Нет, я здесь. Если я играю в матч, значит, я здесь. Но это трудно? Нет. Или контракт? Нет, нет, не трудно. Просто тебя настраиваешь морально, если это не трудно. Ну, сказал он то, что думает? Или нет? Ну, по крайней мере, во время разминки такого в РПЛ пока не бывало. На скамейку пускали девушек, пускают и на поле в медиалиге. А по поля неудобно ходить? Что живут в медиафутболе? Оказывается, есть люди старше меня. Чем медиафутбол лучше большого футбола? Ну, банальные вещи, которые ты ненавидишь, поскольку мы учеником. Мы с тобой клише не любим. Накал страстей, как только убрали и изъяли из репортажей мордобои по ножовщину, оскорбление друг друга по генеалогической части всех участников матча, стало нечисто. Нам, когда мы проиграли первый матч, некий показывал перстень, как свидетельство превосходства Тудер-Опс над Родиной Медиа. Я хочу сегодня, если мы выиграем, явить миру мощь к кожаной с годами медиафутный орган, который, тем не менее, 8 раз спасал демографию на Руси. Показать и ему, и, как же, и болезнь, как бы. Так, но это будет Татьяна. Подожди, там же дети будут. Нет, я метафорический. Но вы не выиграете. Я. Чего? Чего? Чего ты? Вот так надо любить жизнь, да, как Атар? Итак, сейчас медийщики выйдут на финал, ну а мы в эту паузу подведем итог конкурса из Манчестера, кому достанется футболка Сити из фаншопа. Кстати, посмотрите видос, если еще не видели. Ну а победитель у нас Павел. Осталось проверить, подписан ли он на канал. Павел полноценный победитель, поскольку я у него в листе подписки. Павел, поздравляю. Ну, извините, даже у меня какой-то мандраж сейчас. Ячик берем, давай стороной. Да. Классно, когда нет расстояния между вами и игроками, правда? А кто в наушниках что передает? Ну, команда, чтобы не кричать друг другу, помощники, тренеры, все административный цех наш, менеджеры высшего звена, среднего звена. Вы в одной технической зоне, но общаетесь по связи, да? Да, да. Ничего себе. И сколько человек вовлечено? Ну, человек 10 еще на трибунах у нас есть. И на фаре, на собственном, на нашу. Это же супербол. Ну, практически стремимся. А вот Андрей без наушника. Он так все знает и видит. Тут скрывается, конечно, большая проблема медийного футбола, потому что если вы на кромке поля, где нравится находиться всем журналистам, то ни хрена не видно футбол. Просто стена людей. Вам либо в первом ряду нужны, а там уже мест почти не осталось, либо за спинами, а там ничего не видно. Вот что делать? Я сейчас буду искать какую-то альтернативную точку. Я присяду здесь и увижу все эмоции в текиле. Он уже тут сжигает на камеру. Поскольку для Тудроц это какой финал? Третий финал подряд? То тут уже как-то поспокойнее. Или нет? Или мне так кажется? Нет, кажется. Это голы, голы, голы. Голы? Не игры. Чуть раньше, ман, дай. Свободные. И... Ой-ой-ой-ой! Свободные! Это гол! Это гол! Один-ноль! Родина ломанулась на поле, потому что это гол. Ранний гол от Родины. Не побежал только Кушинашвили. И Коряка, кажется, да? Андрей, а где забег в команде? Бля, я туда уже не добегу. Экономной силой будет еще кто-то будет. Давай-давай, не спавляй, пацаны, давай! Я привык, конечно, смотреть футбол в кромке поля в РПЛ, но вот чтобы я сидел прямо у линь-аута, такого еще не было. Я скажу, что футбол в фунале крутой. Родина начала прям супер активно. Эмоции у них просто... Мать жизни играет. Небольшой затиши в игре. И давайте еще про одну фишку. Чистое время. Как его считают здесь, в медиалиге? Для этого мы поднимаемся на трибуну. Оказывается, человек, который считает, останавливает время, сидит где-то там, наверху. Здрасте, реально вы время считаете? Да, да, да. Так, нельзя отвлекаться, да, я так понимаю? Место для меня есть. Все просто. Когда вы ездили по чемпионату мира, важно хранить концентрацию, куда приехать, как приехать, кому старт, кому стоп. Вот тут продолжать играть надо. Так. Время остановилось. То есть по сигналу в рацию время останавливается? Да, да. Я как доктор Стрэндж. Так, у нас челленс сейчас понять, в чем сложность этой работы. Секунду. Сложность работы в том, что нельзя отвлекаться. Вот эта игра. И я не сказал стоп. Хотя вроде бы фолл. Я должен смотреть на судью. Надо понимать игру. А, он дал играть, значит мы не будем стоп. Да, я не останавливаю время. Стоп! Как же без косяков? Бывает, что табло не слышат. И вот было на матче Тудротс и Брокбойс, табло нас не слышало. Поэтому они не останавливали время, а я им кричу стоп. А Тудротс подумали, что типа мы специально для Одинцовских парней время быстрее отмазать. Многие думают, что чистое время идет, когда оно выходит, и типа там кто-то сидит, на кнопку нажимает. На самом деле нет. На самом деле мы все через рацию делаем. Ты можешь сказать старт. Сейчас вот. А когда? Давай я попробую. Ну давай, давай. Я тебе сейчас скажу когда. Да. Когда он поударит в мяче, я скажу что? Я включу тебе, и ты скажешь старт. Готов громко. Старт! Все, прекрасно. Я справился. Это был легкий челлендж. Где челлендж? Стоп! Не мешай. Нет проблем. Две-три Хужнецов нервничает. А есть, правда, нет. А вот опасная атака. Аликс Стиль! Все поле заполняется людьми и бегут к Аликсу. Поздравлять его! А Кузнецов никогда туда не бегал. У него много работы. А как гол стиля могут не засчитать. Там просмотр, игра рукой. И вот так эта толпа сверху выглядит. Я не забегу уже туда. Отсюда посмотрим. И журналисты здесь кайфуют. Так им на РПЛ никто не даст снимать. Судью, который смотрит момент. Ну там игра рукой, да. Неумышленная, но рука. Так, а вот и Борис Фортуна. Замена по травме или тактическая? Нет, ну это тактическая замена просто. И все. Еще выйдешь? Нет. Буквально не очень. Скажу так, в кондициях себя чувствую просто еще. Как вы знаете по видео из Манчестера, мне везет на дождь, который включается в самые непроходящие манья. 143. Сейчас здесь, это Коля сообщает, тысяч болельщиков, 21 тысяча здесь, ничего себе. Но они под крышей, а мы здесь на кромке под дождем. Но в Мидиалиге есть возможность прямо зайти под козырек тренерской скамейки. Так что здесь по-лучше, чем в Манчестере. Условия. Слушай, я тебе проиграл пари на два матча. Ну, на прошлом, в котором ты был. Да. Тудроц с СК. Я ставлю, что минимум в два мяча ССК выиграет. Так. А ты? Ну, что? Что Тудроц не проиграет. Нет, а ты все. А все, что ниже, да? Да, то я уже. Хорошо, на что спорим? В комментах написали про прическу, но я слишком старый для эксперимента с прической. Короче, это... Ну, привет. Ну, не 10, давай хотя бы 3. 5. Ни тебе, ни мне. 5. Блять. Вот мокрый газон, где мне придется кувыркаться. Ну, а кто выиграет на этом газоне, пока не ясно. Первый тайм позади. 0-1 тут раз проигрывает. И вот такое совещание у Кузнецова. С некитом. Нет, Арчи, нет. В середину, Арчи! В середину! В середину! Арчи! Подбор! Новый штурм Тудреца. Я прячусь от дождя, а вот там не надо никого прятаться. Там огромный сектор болельщиков Тудреца. Им повезло сидеть и зажигать под козырьком. А Кузнецов там мокнет под дождем. Где он? Вот он. Говорят, что это спартаковская погода. Это Тудрецовская погода. Куда? Куда? По правил причастную. Куда? Как я тебе говорил-то? Точно? Хорошая! Посмотри. А и... Вау! Выбегает, посмотри. Давайте смотреть. Я так понимаю, что сейчас будем смотреть на предмет того, мешал ли Гаучо голлкиперу, был ли кто-то в сайде. Мешал ли Гаучо от фокуса? Нет, не мешал. Это голл! Один, один! Мы ищем королей стандартов в европейском футболе. В своем. И у нас есть РПЛ, там факел вроде. Но эти-то просто красавцы. По стандартам, по угловым. Все как нарисовал Кузнецов. Ну вот сгонял я на финал Лиги Чемпионов, но такого там не видел, конечно. Здесь и голок побольше. А из растений тоже. Отсюда лучше футбол видно, да? Честно говоря, да. И тут еще дождь, если идет, то он не капает на меня. Чего вам не хватает, чтобы забить в тот момент? Чуть контроля. Сейчас забьем, все нормально. Главное сейчас в обороне ноль, а в атаке забьем еще один. По-любому. А ФНЛ или Медиа Лига? Что круче? Ну, для меня ФНЛ непонятно, потому что такой трамплин для будущей карьеры, пацанами. Неужели можно по деньгам выиграть в команде? Не верю. По деньгам? Да, не знаю. Я думаю, не совсем. Главное сейчас деньги. Футбол? Да. Пацанами хочется залезть куда-то. Хочется попробовать. Да мне под этим дождем не себя жалко. Камеру, блин, Манчестерская Панама дома осталась. Валеровка, подача пошла в центр. И удар, это гол! Чечена на стадионе. Это родина забила. У них нет столько болельщиков. Они все куда-то побежали. Но это шок, потому что второй тайм они перешли два раза в центр поля. Андрей, казалось, вам должны забить, и вы забили. Почему нам должны забить были? Объяснили. Мы объяснили. Где моменты? Был напряг. Сколько мы должны были в первом за три? И привез! Да, 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 да! Здорово, муж! Здорово! Да, пища! И отдал, отдал зачем-то на Чижова. Какая ошибка. Секунду. В стиле текила не поделили. Мячик. Чего ты в графике не участвуешь? Интересно же. Я не успел, меня держали, блядь. Ты понимаешь, что ярко и финалы, это две разные вещи. Две разные вещи, бро. Братан, мы едем футбол, мы делаем. Вот и помирились. Родина! Фетер! Родина! Родина! Давай! 3-1 Родина ведет. В концовке несколько минут осталось играть. И кажется, что побеждает тот, кто голоднее. Просто кто голоднее, тот и выигрывает. Так в футболе бывает. Хотя, конечно, тут Рос круто бьются и во втором тайме они висят на воротах. Но 1-3. Хорошая подготовка к новому сезону. Отличная команда. Я благодарен. Андрей Константинович Коляк, это топ-тренер, который, я думаю, должен пример лигу у нас тренировать. Серьезно? Это топ-тренер. На какую команду, например? Да любую, если честно. Но начать надо с побольше. Мы столько работали, блядь. Мы целый год шли к этому второй финал. Было правильно проиграть. Пацаны красавцы. Маляр говорит, что ты должен в РПЛ работать. Ну, Никите виднее. Может, там и увижу. Зайдем, блядь, в Еврокубке с Родина Медиа. Через кубок. Я не буду снимать неприличные жертвы. Думаю, что это уже достаточно. Правда? Ты добился, добился. Газ, газ, газ. Газ, иди. Достаточно, да? Я не живу в прошлом. Победа в Локомотиве в профессиональном футболе – это одна история. Они очень дороги мне, ценные. Но для меня это победа, потому что это сегодняшний день. Наверное, еще больше я ее ждал, потому что это моя с Сашей командой. И меньше, чем за год сделать два финала. И сегодня, наконец-то, нам повезло, воздалось. Значит, мы сделали все правильно. И мы заслужили. Ну, когда-то это должно было случиться. Мы просто допустили очень много ошибок. Мы, наверное, если бы их не допустили, то один-один бы осталось. Но победителей не судят. И поздравляем их, молодцы. Но вы продолжение от РПЛ все ждете? Конечно. И пойдете? Пойду. Хотел? Ну, почему нет? Я же для этого работаю. Мотивация только еще больше выросла. Мы должны были забрать третий кубок. И я думаю, что четвертый сезон мы проведем работу над ошибками и точно его соберем. Еще МКС у нас остался. Я думаю, что этот турнир точно за нами. Потому что вот этот матч нам дал большую мотивацию, чтобы просто выйти и разрывать в турнире, который у нас остался. А Викторович в РПЛ кого может тренировать? Любую команду. Любую команду, на мой взгляд. Он огромный тренер, большой человек и просто мастер своего дела. Если бы не он, мы бы здесь не стояли все и не добились бы того, что у нас есть. Зато мы здесь. Мы три раза тут. И это никто не сможет повторить. Поэтому только благодарность, ребята. Ну, естественно, обидно. Естественно, удар. Ну, вряд ли когда-то на поле Лужников вот столько народу было, чтобы вот ходили так спокойно по газону. Так, а я ищу Севу, который должен снять мои кувырки. Да, сыро. Давай еще два какая-то. Блин, башка кружится после него. Твор завершен. Обращайся еще. Блядь. Так себе из Севы оператор. Но, с другой стороны, это абсолютная привилегия кувыркнуться в центральном круге у Лужников. Кто здесь так делал? Даже Мбаппе здесь этого не делал. В общем, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. И пишите в комментариях, что вы вообще думаете об этой движухе. Куда медиафутбол в итоге вот с таким своим размахом и открытостью зайдет? Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok